Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова и это мой проект «Использовать по максимуму». Почему мы так быстро с вами встретились? Хотя совсем недавно я выбрала в этот проект средства декоративной уходовой косметики, чтобы использовать их до конца 2018 года. Да просто потому, что кое-что закончилось, а кое-что мне, к сожалению, придется заменить. И сейчас вы поймете почему. Ура, ура! Поздравьте меня! Я, наконец, закончила бронзер от Эвелайн, Гламдак 57. Это первый мой бронзер, который я закончила. Возможно, потому что он был не сильно спрессован, потому что бился у меня. Я его спрессовывала повторно с помощью спирта. Кто не знает, как это делается, я расскажу. И перемешала его с пудрой. Он стал более красивый. Я вам показывала, какого он был оттенка. Немножко перламутровый. И тогда он пошел у меня быстрее, с большим удовольствием. Вот последние капли я сейчас нанесла на свое лицо, если вы видите. И все. Больше здесь ничего практически не осталось. Вот маленькая-маленькая капелюшечка, которой не хватит даже для того, чтобы нанести в качестве теней. Как тени я его тоже использовала. Я вам показывала в дневном макияже. Сейчас я его отправляю в свое видео о том, что съела моя кожа на протяжении определенного времени. И это у меня будет пустая баночка января. Это очень приятно. Подробно о нем расскажу. Как о единственном средстве, которое я когда-то за свою жизнь закончила. Ранее я просто отдавала всю косметику, либо выбрасывала, потому что выходил срок годности. Причем выбрасывала я люкс. Это только сейчас. Я вместе с вами решила пробовать масс-маркет. И, кстати, он мне очень понравился. А заменить я его хочу тем средством, которое я показывала вам в своем видео о косметике, которая понравилась мне с сайта iHerb за весь прошедший 2017 год. Это бронзер от ELF. Очень приятные коробочки такие у них. Хорошее зеркало, как вы видите, да? И вот такие вот оттенки. Кстати говоря, можно и как тени тоже, так что тут мне просто повезло. У меня есть дополнительные продукты для глаз тоже. Сейчас я беру его в свой проект и буду использовать также до конца. Хотя косметика ELF это очень бюджетное средство, очень качественное. Кстати, обратите внимание, у меня оттенок Golden, но там есть и более такие холодные оттенки. На сайте iHerb присмотритесь, кстати, вот к этому средству. У меня опять есть бронзер. Ура-ура! Следующее, что у меня практически уже закончилось, это вот этот самый светлый оттенок в палеточке от Иван. Я заканчиваю эту палетку до конца. Хочу ее закончить. Она в цвете Mokka Latte. Я показывала вам, начинала я с небольших-небольших ямочек в каждом продукте. Вот сейчас, как вы видите, уже практически не осталось одного цвета. Отверстие видно в светлом коричневом. И два остальных цвета, как вы видите, тоже уже довольно здорово использованы мной. Сейчас у меня на глазах все эти цвета. В качестве основного цвета вот этот бронзовый. И вот все, что осталось, я пытаюсь уже как-то это все дробить, наносить на кисточку. В общем, все это сыпется. Конечно, я использую от конца это вот этот краешек, все, что осталось, эту каемочку. Но все-таки мне ее будет недостаточно. Буквально на 2-3 раза еще хватит. Может быть, и все. И поэтому я беру вместо этого закончившегося уже фактически цвета вот такой вот тон 11 от Reluie Pro белорусская косметика. Как вы видите, у них очень-очень приятный вот такой молочный оттенок. При растирании они дают такой легкий-легкий сатиновый отблеск. Вот такие тени всегда помогают при растушевке. Я покрываю ими сверху базу под тени и дальше уже наношу все остальные оттенки. Естественно, вот на этом цвете уже все прекрасно тушуется. Более плавные переходы получаются, поэтому такой цвет мне обязательно нужен. Расстроил меня карандаш коричневый в цвете Metallic от L'Etoile. Он совершенно не наносится на тени. Сейчас вот я пыталась его нанести, мучилась, мучилась. Решила, что да, ну, наверное, он способен сейчас рисовать только на руке, если сильно надавить. То есть он уже становится такой вот суховатый, потому что он довольно долго у меня лежит. И второй карандаш, я вам говорила, да, я нашла такой же в своей коллекции. Просто он тоже уже, видимо, у него истек срок годности. Он прекрасно-прекрасно рисует, но только на руке. Мне надо на глазах, ребят. Поэтому, к сожалению, я вынуждена от них избавиться. У меня очень чувствительные глаза. Может быть, кто-то и мог бы ими пользоваться. Ну, у кого они такие чувствительные. А я как только чуть-чуть надавливаю, у меня сразу слезы текут. Поэтому мне такие карандаши не подходят. Ну, никак. Мне придется от них сейчас избавиться. Поэтому они уходят из моей коллекции. Да, может быть, кому-то, не знаю, предложу. Возможно, потому что один вообще просто новый. Но у меня есть очень похожий на них оттенок. Это цвет какао. Номер Smart Color Eye Pencil. В номере 06 от Kiko. Вот такой чудесный цвет какао. Он такой затачивающийся, точно такой же карандаш. Давайте я к вам поближе. Вот именно им сейчас я и сделала стрелочки на глазах. Он тоже не идеально мягкий, но он, по крайней мере, рисует на тенях. Что прям не может не радовать. И глаз он не выдавливает. Так что попытка от L'Etoile по выдавливанию глаз карандашами удаляется из моего ассортимента косметики. А вот этот Kiko входит сейчас в мой проект использовать по максимуму. И что закончилось у меня абсолютно. Это вот такой блеск для губ от корейского производителя Limani, который сейчас на нашем рынке прям активно захватил Москву, по крайней мере. Не знаю, ребята, у вас есть в ваших городах или нет, но у нас в Москве прям много-много офисов в Limani, в различных торговых центрах. Просто прям отдельные магазинчики такие небольшие, правда. Хороший блеск. Он был не дешевый. У него уже даже стек срок годности, кто-то из вас заметил. Но он у меня жил долго, очень в холодильнике. Просто я про него забыла. Он лежал так среди тональных средств, куда-то там завалился. И вот сейчас я его использовала. Как вы видите, с чего я начала. Одна треть его оставалось. Сейчас просто ноль. Я должна чем-то его заменить. Таким же полупрозрачным розоватым блеском. И я нашла даже два. По какой-то причине забытые мной в сумочках лежат два блеска, которые я тоже хочу включить в этот проект. Иначе они просто испортятся и так и дальше будут где-то там лежать. Один вот такой в цвете металлик. Сейчас он у меня на губах. Он имеет, как вы видите, очень-очень естественный такой оттенок. Его половина. Делаю отметочки, чтобы понимать, откуда я начала двигаться. И, честно говоря, блески у меня всегда хорошо использовались, но не так, чтобы прям до конца. Долго довольно валяются они просто по сумкам. Сейчас я не хочу их просто так выбрасывать больше. Винилглос от Риммель. Вот такой блеск. Тоже хочу его использовать. Как вы видите, его совсем немного осталось. Он в номере 770. А Диваж номер 06. Ну что же, вот такое короткое у нас сегодня было с вами видео обновление. Мы его проекты использовать по максимуму. Хочу просто быть с вами честной. Что не могу использовать, то уж не буду мучиться. А что закончилось, то обязательно покажу вам, как и договаривались. Спасибо большое, что вы были со мной. Обязательно присоединяйтесь ко мне. Не забывайте о вашу косметику где-то по сумочкам, кошелькам и столикам. Обязательно все используйте. А главное, с удовольствием и по максимуму. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...